Монастырь Святой Троицы в городе Джордан-Вилли, что расположен в штате Нью-Йорк, отметил престольный праздник. Это православная обитель, основанная русскими эмигрантами в 1930 году, одна из самых больших в Америке. Ее именуют еще зарубежные лавры. О торжествах рассказывают наши коллеги из пресс-службы Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви. В праздник Святого Духа в Джордан-Вилли, штат Нью-Йорк, прошли ежегодные торжества по случаю престольного праздника Свято-Троицкого монастыря. Хотя престольный праздник обители отмечается на день раньше, в праздник Святой Троицы, по сложившемуся обычаю, многие представители духовенства и мирян прибыли в обитель на следующий день, отслужив Троицу у себя на приходе. В этом году, пять лет спустя после воссоединения двух частей Русской Церкви, богослужение монастыре впервые возглавил управляющий патриаршами приходами в США архиепископ Нарафаминский Юстиниан. Его высокопреосвященству сослужили в викарии Восточно-Американской епархии, преосвященнейший епископ Мейфилский Георгий, настоятель обители Архимандрит Лука, а также духовенство Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. ПЕСНЯ После Великого Хода епископ Георгий рукоположил и под дьякона Ефрема Вилмарта в дьяконский сан. Новый хиротонисанный дьякон Ефрем временно будет исполнять свое служение в Свято-Троицком монастыре. ПЕСНЯ На литургии также служил протодиакон Андрей Кураев, знаменитый русский богослов и преподаватель Московской Духовной Академии. После запричастного стиха отец Андрей сказал проповедь о значении праздника. Но для того, чтобы мы стали соучастниками жизни и воскресения Христа, для этого и нужно таинство приобщения к Духу Святому. ПЕСНЯ По окончании литургии был отслужен молебен Живоначальной Троицы и затем архиепископ Естиньян обратился к епископу Георгию, отцу Луке и собравшимся верующим со следующими словами. Такие праздники, они возвышают душу, они дают импульс благодарный, духовный, чтобы еще какое-то время в радости пожить, потрудиться, смотреть на этот мир с радостью и с надеждой, и не боясь ничего и никого, кроме Господа Бога. Храни вас Господь! Благодарю вас, дорогие, за сей праздник нашей православной веры. Петр Лукьянов, пресс-служба Восточно-Американской епархии, специально для телеканала «Союз».